В маленькое Беляниново пришел большой праздник. Праздник футбола. Четыре команды, среди которых ветераны российского и советского футбола, приехали на открытие небольшого стадиончика. Цель у организаторов турнира самые современные. Наша самая главная задача людей привлечь к спорту и оторвать их от улицы. Это первостепенная наша задача. Право открыть стадион юниор выпало президенту РФС Николаю Толстых и победителю Лиги чемпионов, ныне тренеру тульского арсенала Дмитрию Оленичеву. Наша задача, чтобы в футбольной карте России появлялись новые современные спортивные сооружения, футбольные поля, позволяющие заниматься не только профессиональным футбольным командам, но и футбол решал многочисленные социальные вопросы. Эти поля, подобные тому, которые мы открываем сегодня здесь, конечно же, дадут возможность заниматься на них практически в любое время года. На турнир приехали команды из Лыткарином и Тищ Королева, но самое пристальное внимание к сборной звезд. В ней солировали все такое же быстро Александр Панов, надежный Дмитрий Ананко, взрывной Александр Гришин и веселый Юрий Гаврилов. Сейчас взрослые приехали к своим друзьям пообщаться, поиграть в футбол. Ну а самое главное, что здесь в поселке находятся дети, здесь рядом общевразовательная школа, поэтому я считаю, что это такое знакомое событие здесь для этого поселка. Судил матч и бывший арбитр из Малаховки, а ныне инспектор Станислав Сухина, когда на поле такой судья, жди результативного футбола. Голы получились красивыми. Прекрасно организованный праздник принес море эмоций и болельщикам, и участникам. Праздник, конечно, сегодня удался. Такое замечательное покрытие, такой замечательный мини-стадион под названием «Юниор». Конечно же, это фантастика, имеет такой стадион в этом коттеджном поселке. В сентябре дети пойдут в школу и можно будет после уроков погонять мяч в компании со сверстниками. А может быть, звезды нашего футбола еще не раз заглянут в Беленинова, чтобы дать уроки настоящего футбола подрастающему поколению.